Привет, Андрей, с вами Андрей Весталий, сегодня немножко новостей, то есть у нас был конвой этот знаменитый и ну как медиа написали там 10 тысяч всяких анти сами знаете кого, да, вот неудачников и так далее, вот, но по некоторым прикидкам полиция насчитала по-моему полтора миллиона машин только приехавших, вот, ну короче как говорится правда где-то посередине, наверное в районе как минимум 500 тысяч людей было там, государство наше доброе начало испытывать на них ультразвуковое оружие, вот, то есть людей начала там такая паника небольшая, их тошнить начало, плохо им стало, вот, вот, вот такие вот вещи против мамочек с детьми там начали применять такие вот вещи, вот, ну в принципе практически все было достаточно мирно, вот никто с ними говорить не захотел, наш албанец, албанизий, да, то есть который метит сейчас на следующего премьер-министра, он сказал что уметайтесь домой, вот, тут вам делать нечего, ну и из таких эксцессов небольших была очередная Карен, ну, это уже такой мем, типа в Америке там была одна женщина, она начала возмущаться в самолете на то, что там кто-то начал кушать без маски или что-то в этом духе, ну и сейчас это вроде мема стало такая же женщина появилась в Канбере, начала там возмущаться, чтобы они все возвращались обратно и в итоге наехала машиной своим грузовичком на другую машину, вот, ну, раскричалась, начала там срывать со всех флаги, там, бузить немножко и так далее потом сказала, что ей ничего не будет за это ну, полиция сейчас вроде говорит, что что-то может и будет вполне может быть, что у нее там папик какой-нибудь из больших шишек, вот, потому как особо она не боялась и, ну, творила чего угодно, да можете посмотреть видео поискать ее вот это название не Карен, естественно а что-то другое в этом духе вот в последнее время альтернативность в медиях изо всех ящиков несется по поводу weights, да, или так называемого спида, да спид, я думаю, вы знаете что такое болячка вот, то есть в чем прикол прикол в том, что дополнительно с вот этим шипом вам еще достается часть HIV то есть вируса иммунодефицита и, соответственно, люди потом идут тестироваться на спид и у них получается false positive то есть позитивный тест на на спид да вот то есть по сути дела им прививает вот эту штуку вот ну и то есть помимо того, что я уже рассказываю еще наверное год назад что у вас будет ну вот вам еще дополнительно сейчас в Голландии уже говорят, что появился какой-то супер быстрый спид непонятно откуда и почему ну вот сейчас уже привязывает эту историю немножко к общему нарративу да, то есть вот не из ничего появилась эта болячка и вот сейчас начинает распространяться то есть я так подозреваю что баранафикус у нас сворачивает сейчас будут сейчас упирать на следующую болячку и на войну скорее всего вот этот доктор Нантанье который недавно умер он сказал после третьей дозы сделайте тест на спид ну или еще и потом идите судиться со своим государством вот будете приятно удивлены как говорится а вот так что такая ситуация у нас с этими баранафикусами цены начали подорожать в принципе один человек выложил take away меню то есть то что вы заказываете с собой еду за предыдущий год за этот год и в принципе где-то центов на 80 или около того все подорожало то есть там грубо стоило 10 долларов стало 10 80 ну или около того плюс минус вот ну в принципе я так думаю у вас то же самое такая же ситуация я слышал про ситуацию с мукой вернее не с мукой а с зерном в Украине тоже такая ситуация не очень хорошая здесь здесь тоже сейчас в Австралии уже сотни может быть даже тысячи фермеров говорят что фермы им уже не приносят никакой прибыли во-первых у них полностью исчезли вот эти все бэкпекеры да практически которые работали можно сказать за буханку хлеба вот то есть там им давали может быть пару долларов или что-то в этом духе и все и во-вторых дизель подорожал ну и соответственно фермерам сейчас как бы не за что себя содержать то есть все фермы плюс это только дизель да еще и удобрения которые практически исчезли то есть цена подоржала чуть ли не в два раза а то и в больше вот как мы знаем и естественно большинство из них я уже говорил об этом не используют органические методы выращивания и вы видели в принципе если отъехать километров 300 от Сиднея то там все засушено во-первых а во-вторых там просто огроменные поля вообще без посадок без ничего то есть земля просто выветривается ну и вот как говорится вывод из-за всего этого дела да появился то есть они по сути дела угробили свою землю и без удобрения им их бизнес приходит к концу просто-напросто то есть если бы они чуть-чуть переориентировались на пермакультуру я знаю я знаю что она не особо конечно подходит для такого массового производства но тем не менее плюс-минус если что-то такое подобное пермакультуре можно было бы сделать то я думаю они могли бы все еще выжить вот но пока ситуация вот такая ну и вишенка на торте наши дома и квартиры да то есть я говорил что это большой-большой пузырь ну в принципе и вы сами догадывались об этом деле да то есть по сути дела буквально за последние пару лет цена у Сидне на дома квартиры поражала где-то на 50% плюс-минус где-то 40% где-то 50% где-то 60% да вот и сейчас вот эти вот люди которые понабирали кредиты и ждет достаточно веселый сюрприз да то есть если брали они фиксированный кредит на полтора процента то есть сейчас чтобы перефинансировать этот кредит а как я уже говорил к сожалению в Австралии нету 30-летних кредитов у них в основном максимум это по-моему 5 лет если я не ошибаюсь обычно где-то 2 или 3 года так вот сейчас перефинансирование делается уже 3,5% вот такой замечательный сюрприз да то есть вам придется платить в 2 раза больше вот так вот замечательный сюрприз то есть если семья потеряла одного кормильца ну фактически им придется продавать дом вот ну а с двумя еще может быть как-то платить они еще смогут наверное пока что вот но уже сейчас дома покупают меньше то есть опять уже снизилось там с 70% до 50% на аукционах клиренс вот но чуть-чуть покупают пока еще люди даже с такими ценами пожалуй на этом закончу и пока-пока